На свежих рендерах показали младшую модель линейки iPhone 12. На сегодняшний день самым бюджетным устройством являются iPhone SE 2. Но с приходом линейки 12-х iPhone это может измениться. Младшие модели iPhone 12 предписывают дисплей диагональю 5,4 дюйма. Компактно. Еще и с 60 герцами у экрана. Новая версия iPhone 12 Pro получит экран диагональю 6,1 дюйма. Как у iPhone 12 Pro. А вот старшая версия iPhone 12 Pro Max получит экран диагональю 6,7 дюйма. Рендеры смартфона неофициальные, но в высоком разрешении и с вводяным знаком Ликс. Как мы знаем, значительная часть подобных рендеров оказывается правдой. Как минимум нам будет доступно 6 цветовых вариантов. Где-то прошел такой слух о замене материала корпуса младшей модели со стекла на пластик либо металл. Последнее верится честно говоря с трудом. Но с таким разрешением картинки рассмотреть у меня это не удалось. Важным отличием стали кнопки регулировки громкости. Теперь это сдвоенная качелька на правой стороне корпуса. А вот видимо ползунок мута останется на левой стороне. Если вообще останется. На рендерах этого не видно. Россианг заявил, что смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат экраны с частотой обновления изображения 120 Гц. Как например смартфоны за 300 долларов в этом году. Также источник отмечает, что в линейке 12 экрана с частотой обновления изображения 120 Гц получат только iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max будет отличаться еще минимум по двум пунктам. Корпус его будет толщиной 7,4 мм. По сравнению с корпусом 8,1 мм у iPhone 11 Pro Max. При этом емкость батареи вырастет до 4400 мАч. А вот от проводных наушников вероятно компания избавится. Об этом говорит источник Slice на аналитику WebBrush. Сегодня EarPods с размером 3,5 мм на официальном сайте Apple можно купить за 2500 рублей. И ведь кто-то их покупает?